Работает грудной отдел спины. Выдох, вдох, выдох. Дыхание также. Вдох через нос, выдох через рот. Глубоко вдох, выдох. Лопатки. Вот так, подробно разъясняя упражнения каждому участнику тренировки, инструктор активного долголетия проводит разминку для представителей старшего поколения. Одна из его учениц – Любовь Николаевна. В сентябре ей будет 65. Она активная участница проекта с января этого года. Ну, во-первых, давление нормализуется, это первое. Потом сахар начинает тоже вроде бы в норму входить. Ну и потом настроение. Вы посмотрите, какая прелесть. Где мы занимаемся, какой у нас руководитель, какие нас окружают девочки. Любовь Николаевна с детства занималась спортом, особенно любила баскетбол. Однако времени на регулярные тренировки, пока не вышла на пенсию, не было. Сейчас, благодаря активному долголетию, она занимается скандинавской ходьбой, выезжает на экскурсии, принимает участие во всех клубных мероприятиях. Мы очень активны, очень. Я считаю, что это вторая жизнь такая, знаете, преподнесла мне вот судьба, такую вот интересную, насыщенную, позитивную жизнь. Это самое главное. В группе в основном представительницы прекрасного пола. Но есть и несколько мужчин. Инструктор старается подобрать нагрузку индивидуально. В процессе всего занятия я стараюсь спрашивать о состоянии самочувствия каждого занимающегося. Ну и, соответственно, спрашиваю, останавливаюсь, стараюсь не перенагружать, тем более сейчас, в такую жаркую пару. Помимо скандинавской ходьбы, тренер занимается с участниками клуба физкультурой и суставной гимнастикой. С лета все занятия проводятся на свежем воздухе. Занятия у нас сейчас в летний период проходят с 9 утра из-за солнечной активности высокой. Ну, собственно, было принято это решение. В 9 часов у них начало, до 10 они занимаются скандинавской ходьбой. В 10 часов у них начинается физкультура здесь же на открытом воздухе. Тренировки проходят трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – на площади перед зданием администрации и на центральном стадионе. Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут все желающие – женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.